Что ж, новые спортивные объекты в Минске откроют еще больше возможностей для проведения в Беларуси международных топ-соревнований. Впрочем, база, которая уже существует, позволяет достойно принимать масштабные форумы. Пример тому недавние европейские игры. И вот очередной вызов, который Беларусь приняла в нашей стране, пройдет уникальное в своем роде событие в мировой легкой атлетике. 9 и 10 сентября на стадионе «Динамо» за победу сразятся сборные Европы и США. Причем в команде Старого Света выступит 10 белорусов, имена которых сегодня стали известны. И еще одна приятная новость. Белорусская федерация легкой атлетики получила право провести у себя командный чемпионат Европы в 2021 году. Все детали в репортаже Андрея Козлова. Поколение «Некст» в белорусской легкой атлетике уже в полной мере овладевает сердцами родных болельщиков. Очередной эмоциональный всплеск случился во время вторых европейских игр, когда наши главные надежды на Олимпиаду в Токио, Ольвира Герман, Татьяна Холодович и Максим Недосеков завоевали медали высшей пробы. И не только побеждали, а делали это красиво. Когда многие телезрители еще спали, в национальный аэропорт Минск ранним утром прилетела сборная Беларуси по легкой атлетике с командного чемпионата Европы. С первой попытки нам не удалось вырваться в Суперлигу, мы чуть-чуть уступили Португалии. Однако Суперлига приедет к нам об этом позже. А уже по прибытии домой лидеры команды с удовольствием рассуждали о предстоящем легкоатлетическом матче между командами Европы и США. Безусловно, именно туда мы и готовимся. То есть там уже будет начинаться наш подъем с тренером. И поэтому именно сейчас получился спад, потому что на небольшой нагрузке находимся. Сейчас дальше будут продолжаться три недели нагрузки. И потом к матчу, по идее, должны выходить на пик. Все готовятся. Даже кто не попал, пусть так случилось. Но все, я надеюсь, будут за нас болеть спортсмены, которые не попали на этот матч. А мы приложим все усилия, чтобы показать самые высокие результаты и бороться с командой Америки. Даже тот факт, что из шести предложенных атлетов гарантированно, которые будут выступать в команде Европы, нам пошли навстречу и дали 10 таких мест в команде Европы гарантированных, независимо от рейтинга. Конечно, это и доверие нашей сборной в том числе, потому что это лицо европейской команды. И мы рады быть частью этой важнейшей сборной. Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова вошли в десятку белорусских спортсменов, которые усилят состав сборной Европы. Также мы увидим Татьяну Холодович, Карину Таранду, Анну Малышик, Ирину Жук, Дарью Борисевич и Алену Дубицкую. Мужчин будет только двое прыгуны в высоту. Максим Недосеков и Дмитрий Набоков. В общем, все белорусы уже известны европейской легкоатлетике. В состав сборной Европы помимо наших спортсменов войдут сплошь топы европейской легкой атлетики. Это олимпийская чемпионка в прыжках в шестом Катерине Стефаниде из Греции, знаменитый Сергей Шубенков и многие другие. Некоторые спортсмены также примут на себя роль и звездных послов. Например, непобедимая прыгунья в высоту Мария Лосицкена. Она уже активно пиарит соревнования в Минске на своей страничке в Инстаграме. Кстати, обращают внимание и на нашу национальную кухню. Заметим, что есть и официальный аккаунт матчевой встречи между командами Европы и США. Там каждый может познакомиться с самой актуальной информацией. Следующая эдишина чемпионата Суперлиги будет в Минске в дюнале 2021 года. С гордостью президент Хансен объявляет о том, что поддержала Европейская ассоциация заявку нашей страны, Министерство спорта и Белорусская федерация легкой атлетики на проведение следующего чемпионата Европы среди команд Суперлиги в 2021 году в Минске. И это пройдет в июне 2021 года. Изначально пресс-конференцию разбили на две части, однако никто не подозревал, что во второй из них будет сделано подобное громкое заявление. В 2021 году к нам вновь приедут самые титулованные атлеты Европы. Минск примет командный чемпионат Европы в Суперлиге. А это значит, что белорусы точно выступят в элите. Мы знаем то, что в Беларуси спортивные мероприятия организовываются на высоком уровне, особенно легкоатлетические. Вы это доказывали не раз, ведь матч Европа-США – самое важное легкоатлетическое соревнование Европы в 2019-м, и вы настроены его провести очень серьезно. Мы надеемся, что вы, представители средств массовой информации, поможете рассказать об этом болельщикам, чтобы все знали о таком большом форуме. Отмечу, что уже видел в вашем городе немало информации о легкоатлетическом матче. — 24-й год заявка наша на чемпионат Европы, я так понимаю, да, у нас серьезные конкуренты. Вы еще Италию, я слышал, озвучили вот коллегам, да, и у нас Польша. Ну, таких стран, где действительно очень сложно. Во-первых, какие наши козыри? — Когда ты конкурируешь с Италией и Польшей, да, которые, повторюсь, в легкой атлетике далеко не последние страны, ну, тебе надо чем-то брать. Я надеюсь, что наша заявка серьезная, а те экзамены, которые нам доверяют, я думаю, как раз будут способствовать, если мы их хорошо будем выполнять, будет увеличивать наш шанс на победу. Мы рассчитываем, в первую очередь, наш козырь — это наша активность, которую отмечают небезразличие, потому что мы тоже вносим вклад в развитие легкой атлетики. — Лучшие атлеты Европы и Соединенных Штатов Америки. Подобный уникальный легкоатлетический матч, уверяют его организаторы, станет началом большой истории королевы спорта. Напомню, что матчевая встреча пройдет на стадионе «Динамо» 9 и 10 сентября. Это центральное событие в мировой легкоатлетике этой осенью, поэтому билеты уходят стремительно. Не пропустите. Андрей Козлов, Александр Якубовский, Анатолий Долотовский. Агентство Теленовостей.